Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 сентября. И вот после того, как я вам рассказала про перец пурпурный колокол, где я сказала, что больше садить его не буду, сейчас рассказывая о остром перце, я тоже расскажу, какие лучше сорта выбирать, если у вас нет теплицы, и вы выращиваете острый перец в открытом грунте. Про пурпурный колокол, это сладкий перец, я сказала, что я от него отказываюсь, на будущий год не буду высаживать, потому что он у меня не весь вызревает, не успевает. Из-за того, что большая коробка, ну не знаю, с большой коробкой некоторые другие сорта у меня почему-то вызрели, а именно пурпурный колокол никак не может дойти до своей биологической зрелости. И я, конечно, стараюсь выбирать те сорта, которые вызревают у меня без проблем, чтобы не ждать их до зимы. И с острым перцем я делаю точно так же. По такому же принципу отбор. Мне нужно, я не буду, конечно, занимать место для острого перца в теплице, я выращиваю всегда его в открытом грунте, но в открытом грунте вызревает полностью, конечно, только тот перец, у которого такие нетолстые, и, ну как бы сказать, легковесные перчинки, вот он вызревает всегда. Вот сейчас перед вами я показала бараний рог, перец. Он у меня вызрел почти весь, и нижние ярусы, и первый, и второй, и третий, до самой вершины. Там вот в таком, вот так еще чуть-чуть недозрелый есть, но он почти, но он дойдет. Это уже, считай, можно сказать, что это биологическая зрелость. Вообще перец, конечно, очень интересный, такой изысканной формы. Есть же выражение «согну в бараний рог». Вот он именно согнутый в бараний рог, причем все рога разной формы, кто-то какой-то согнут сильнее, прям в спираль, какой-то просто изгиб. Очень декоративный куст, я летом вам его показывала, если кому-то интересно, как он выглядит, можете посмотреть летний видеообзор, там есть. Почему еще я остановила выбор на этом перце, почему его я выращиваю? Потому что, смотрите, его очень легко хранить, если осенью нет времени его как распечатывать, его потрашивать, его можно хранить в перчинах. Из-за того, что он легкий такой, как сказать, небольшой стручок, он высыхает уже на кустике. Видите, он уже полузасушенный. Я его сейчас разложу в один слой, ничего с ним делать не нужно, он засохнет сам. Или разложить в один слой, или сделать снизку. Иногда с низкой вешаю, вот как косо из лука делаем, так же и из перца. Вот он, вот этот, который на первых ярусах был, он весь уже почти сухой, он уже готовый. Его можно даже не молоть сразу, его можно оставить год или два, у меня даже по два-три года лежит он в герметической таре, вот в таком виде, в засушенном. Он не портится. Это вот такая приправа, как многолетняя. Если вы его высушите в стручке, уложите даже в трёхлитровую банку, вы можете молоть потом в течение нескольких лет маленькими порциями, потому что много перца я пыталась перемолоть, но это ужасно, несмотря на то, что я была в маске и в перчатках в резиновых, всё равно он при дыхании, он поступает в поры, я начинаю чихать, кашлять. Мне вообще с моей аллергией с ним работать очень сложно. Поэтому я его засушиваю прямо в перчинах. Потом по мере надобности я его перемалываю. И ещё одно. Очень вот хорошие, которые красивые, я перемалываю на еду, а тот перец, который недозревший, и он в осень уйдёт недозревший, даже маленькие, даже сморщенные, даже такие некондиционные, я всё равно оставляю и перемалываю, потому что острый перец, особенно домашнего приготовления, свежий, на будущий год будет прекрасным средством для борьбы с вредителями. Вот те же слизни, которые на нас нынче напали, я просто вовремя их не увидела. Достаточно было дорожки вот этим молотым перцем посыпать. Ихние вот эти такие нежные, толстые тельца, когда они проползут по перцу, они сгорают моментально, как только попадают на солнечный свет. Они, ну, конечно, они в муках умирают, но тут надо уже выбирать, или мы, или слизни, нынче слизни много урожая потратили. И вот этот острый перец, он очень хорошо вам пригодится для борьбы с вредными насекомыми. Добавляют и при посадке лука, и всё. Вот смотрите, это бараний рог. Он вызревает идеально. И его может посадить любой человек, у которого, вот я живу в Сибирском регионе, Алтайский край, у меня на улице он весь вызревает. Вот сейчас весь куст, он висит вот в таких уже полузрелых остатки, а остальные я уже сняла. Но ещё что, если нет теплицы, если вы будете выращивать в открытом грунте, конечно, вот такой перец идеальный, потому что вот рядом лежит вот такой, как более мясистый, с большим весом перчины. Я его тоже люблю. Он удобнее этого вот при приготовлении, если вы много заготавливаете острых закусок, например, там аджики различные, вот эти вот закусок, конечно, такой перец использовать выгоднее. У него тут много этого острого мяса, и он по весу один такой перец заменяет, наверное, 3 или 4 вот маленьких перчины. Но видите, какая с ним происходит у нас в Сибирском регионе незадача. Если первые ярусы нижние, они вызрели до конца, то следующие они вот такие, а наверху висят вообще зелёные. И я не думаю, что они дозреют до конца. Перцы вот с большими, с такими мясистыми стручками не у каждого могут вызреть. Но если это открытый грунт, я имею в виду. То есть для них придётся место освобождать где-то в тепличке, но так как их со сладкими рядом не рекомендуют садить, они могут придать горечь сладкому перцу, то я всегда высаживаю их, стараясь в открытом грунте, подальше от теплиц, вообще от перечных. Ну как, чтобы сделать им барьер друг от друга такой безопасный, чтобы никакая бабочка, муха не перелетела с одного перца с острого на сладкий. Иногда это всё-таки случается. Но вот такие мясистые, они не всегда дозревают. Это перец вихрь, я потом о нём подробно расскажу. Сейчас я закончу про бараний рог. Вот бараний рог удобнее, чем вот такие вот, как вихрь у меня есть, коготь орла. Они здоровые, они мясистые, но они не всегда вызревают в холодных регионах. Если у вас регион холодный, если вы без проблем, без всяких там приспособлений, укрытия и теплиц хотите вырастить острый перец, то лучше всё-таки вот с такими слегковесными перчинками, такие как бараний рог. Бараний рог подойдёт идеально. Там ещё, по-моему, есть такой же язык дракона. Я посмотрю там, какой у меня остался. Но вот, по крайней мере, сейчас, который я собрала, бараний рог, он подойдёт любому. Всё, до свидания. Субтитры подогнал Игорь Негода.